Мы когда год назад говорили в студии «Эхо Москвы», вы говорили слово «транзит». Вот война, которая идет сейчас, она его ускоряет? Война и есть транзит, я думаю. Невозможность организовать в данной ситуации данными политиками и остатками разрушенной политической инфраструктуры «транзит», как в 1999-2000 году, я думаю, она и привела определенным образом к войне, потому что у Путина не было способа занять верховную позицию, поскольку он сам, в общем и целом, разрушил политическую сцену. Так что война и транзит очень связаны между собой. Ну, а если обозначить, попробовать фигуры, которые сейчас являются акторами, кого бы вы назвали? Вот те, кого я перечислил, Патрушев, Турчак, это все игроки или нет? Ну, они все на виду. На виду вообще очень мало людей осталось. Но, понимаете, ведь, так сказать, одно слово какое-то, одна фраза, и все веса меняются вдруг. И эта фраза не обязательно фамилия чья-то. Поэтому, ведь в чем дело? Смотрите, что такое война? Война делает, возвращает Путина к его главной идентичности, главнокомандующего. Это идентичность которой нельзя, как бы, нельзя подойти сзади. Он чувствует себя свободным. С 24 февраля я абсолютно уверен, что он чувствует себя впервые за несколько лет свободным. От тревоги за тех, кто там шуршит за спиной. Вы знаете, ведь это было уже при первом транзите, когда Ельцин уходил. Нападение на Дагестан, взрывы домов? Нет, когда он уходил. И Ельцин уходил, менял, значит, оставлял Путина исполняющим обязанности. Но ведь исполняющие обязанности – это такая, в общем, зыбкая позиция. Что было главным на этот период исполнения обязанностей на эти месяцы? То, что главнокомандующий был Путин. Он не исполнял обязанности, он был, становился автоматически главнокомандующим с этого момента. И вот до выборов для населения, может быть, он был кандидат, а для себя он был главнокомандующий. Глеб Олегович, правильно ли я понимаю, что состояние войны – это комфортное состояние путинского режима? Ну, для режима, не для всех секторов, конечно, режима. Ну как, есть разные люди, видите, у кого-то три квартиры отняли. А вот, с другой стороны, зачем человеку три квартиры? Но война – это естественное состояние, когда у вас как бы вечно правит преемник. Путин ведь преемник. И обсуждение транзита – это что? Это обсуждение сейчас, обсуждение преемника. А преемник не может быть просто политиком, да, при главнокомандующем президенте. Вот, так что Путин это устраивает, он устроился на горе теперь. И никто не может как бы оспаривать его позицию, не президента. Президента можно, а главнокомандующего нет во время войны. Так ведь можно и заиграться, в конце концов. Война – это ведь не шутки. Замахнуться ли на Литву, в конце концов? Ну, Литва слегка провоцирует, безусловно. Это очевидно. Я не знаю, сама или… Скорее всего, в составе с евробюрократии, потому что вопрос спорный, на самом деле. Вопрос очень спорный. Можно или не можно прекратить транзит из России в Россию на основании европейского законодательства. Я думаю, что ответ будет, практически в этом уверен. Будет ли он эскалацией? Я думаю, нет. Я думаю, что в большей степени, я бы сказал, эскалацией является сегодняшний указ о выплате в рублях по внутреннему курсу Российской Федерации. Это, в общем, порадовало бы, я думаю, большевиков 18-го года. Они бы это поняли. Не могу еще об одной теме вас не спросить, хотя, может быть, она вам покажется легкомысленной. Это вступление сына Дмитрия Медведева в партию «Единая Россия». Это что такое? Ой, ну это, понимаете, вступил в партию, выступил из нее. Это какой-то сигнал, какая-то демонстрация чего-то? Какой сигнал? Ну какой сигнал? Ну не знаю, что, например, мой сын здесь, в России. Понимаете, руководителем партии «Единая Россия» не становится через членство в партии «Единая Россия». И Медведев не был членом партии «Единая Россия», пока не стал ее руководителем. Это другой, просто другой ход. Скорее, это заставляет усомниться в его партийных перспективах. Ну как, ну, наверное, просто он окажется в списке, в каком-то списке, в единый день голосования, может быть. Это возможно. Но такими путями не идут в лидеры. И Рамзан Ахматович Кадыров вам это объяснит. Редактор субтитров А.Семкин